Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 13 июля 2016 года. Наша программа потихонечку от эфира к эфиру меняет свой формат. У нас будут видеовключения, у нас появится включение по скайпу. Мы будем привлекать к нашим эфирам некоторых политологов и из Крыма, и из материка. У нас будут гости в студии, и мы будем еще делать некоторые кросс-промоушены других наших информационных программ. То есть мы подумали, что стоять на месте уже не гоже, и будем развивать наш формат с точки зрения информационной работы с населением, чтобы не только моя говорящая была голова. А сегодняшний эфир я хочу посвятить исследованиям в ЦИОМ, который провел опрос общественного мнения в Республике Крым и среди жителей города Севастополя, и остановиться на вопросах управления. Предыдущий эфир был посвящен шести приоритетам управления. Мы оттолкнулись от выступления президента Российской Федерации, который, собственно говоря, еще в 2012 году сделал целеполагание по информационной и идеологической работе с населением. А сегодня мы поговорим об управлении, ну вот прямо, что называется, на земле. Дело в том, что вот это исследование в ЦИОМ, о котором сейчас все говорят в Крыму, дело в том, что был проведен опрос общественного мнения, это делается опрос такими математическими выборками. То есть математически доказано, что если опросить на определенной территории населенного пункта, либо даже субъекта федерации, количество людей, превышающих 1100-1200 человек, то математически картинка, которая складывается пропорционально за, против, воздержавшихся, она примерно с небольшой погрешностью, там буквально 3-4% соответствует общественному мнению на более широкой территории, если проводить, например, тот же референдум. Это согласно опросам общественного мнения. Если бы референдум, который мы с вами провели 16 марта 2014 года, проходил бы сегодня, то как бы крымчане проголосовали? Это, кстати, очень важная обратная связь с объектом управления, если понимать, что республика Крым и город Севастополь – это объекты управления, на которых живут люди, у которых есть свои ожидания, есть свои экономические интересы, есть свои родовые, народные интересы, имеется в виду, там речь идет о национальной культуре, о сохранении самобытности, идентичности и так далее, и так далее, то это исследование показало, что сегодня 96%, практически копейка в копейку, как и 2,5 года тому назад, народ проголосовал бы точно так же. Это несмотря на то, что экономическая ситуация непростая, причем она непростая на территории всей России, а Крым у нас, не будем забывать, находится еще и под санкциями. Эти санкции достаточно своеобразные, они как бы наказывают население республики из-за того, что крымчане сделали такой выбор. И в марте 2014 года мы проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Именно воссоединение, потому что, согласно истории, которую мы с вами четко знаем и понимаем, 60 лет назад, 62 уже, да, Крым был волонтористским образом передан в состав административного управления Украинской Советской Социалистической Республики. И вот этот вот возврат, он соответствовал чаяниям людей, живущих здесь. Причем людей, живущих в 2014 и 2016 годах, но они являются потомками людей, которые жили здесь и в 90-е годы, и в 80-е, и в 70-е, и в 60-е, и в 50-е. И получается, что в преемственности поколений вот эта идея того, что Крым — это Россия, сохранилась и даже приумножилась. Причем хочу обратить внимание на то, что даже материковая Россия, представители регионов большой России, которые приезжают к нам, они говорят, что вот это воссоединение, оно оказало колоссальное влияние на самосознание всех россиян. То есть получилось так, что Россия вернула себе Крым, а Крым, хоть как бы это шуточно не звучала эта фраза, присоединил к себе всю Россию. И вот этот вот патриотизм, когда в изгнании находилась часть русского народа, в изгнании имеется в виду, в отрыве от большой страны, когда вернулась, то вот этот вот заряд самоидентификации, он был впрыснут во всю Россию, и это отразилось на общем состоянии того самого патриотизма, который президент назвал основой нашей национальной идеологии. Понятное дело, в Конституции идеология у нас написана в Конституции, что никакая идеология не может быть признана государственной. Но тем не менее мы с вами понимаем, что по умолчанию неписанные законы, вот в неписанных законах по умолчанию у нас идеология справедливости, и причем справедливости и патриотизма, любви к своей родине. Так получается, что вне России и в самой России не все там, слава богу, со справедливостью. Мы этот процесс как бы стараемся на него влиять и развивать. Мы помним о том, что было со справедливостью в советское время, мы помним, как это произошло в 90-е, в 2000-е годы. С одной стороны, часть общества, ну, как бы исповедует идеологию возвращения к Советскому Союзу, и даже есть этот проект, он называется СССР 2.0. Есть люди, которые стали предпринимателями, которые после распада Советского Союза почувствовали, что такое частная инициатива, люди, которые сделали сами себя. Это тоже очень важная часть общества, и на нее нельзя, ну, там, скажем, сказать, что они в чем-то неправы. Это люди, у которых действительно есть драйвер внутри, и они могут, например, с точки зрения проектного менеджмента организовать предприятие, взять ответственность за людей, которые на нем работают, достичь каких-то показателей, что называется в бизнесе, то есть это имеется в виду в наличности, которая генерирует это предприятие, и достичь показателей, которые, ну, привлекают даже работников в это предприятие. Это тоже очень важная вещь. Это тот самый тип психики, который так необходим для руководителей всех уровней. И вот это исследование в ЦИОМ, которое показало, что наше население Республики Крым и города Севастополя ни на секунду, ни на минуту, несмотря на все трудности, не изменило своего отношения к воссоединению, вот это достаточно важная обратная связь с объектом управления через два с половиной года после самого референдума. Среди этих исследований задавались еще несколько вопросов, была отмечена очень важная роль главы Республики. Я в данном случае сейчас, как представитель государственного канала, не буду петь никаких особых дифферамбов, хочу только обратить внимание. Действительно, для того, чтобы держать территорию с точки зрения управленческой, с точки зрения проектного менеджмента, действительно необходима харизма, которая не везде и не всегда присутствует. У главы Республики Крым эта харизма есть, и отмечают это все респонденты, причем жители Крыма и жители материка. Это чрезвычайно важная вещь, и отдельные комментаторы, представители в ЦИОМ говорили, что в Крыму, собственно говоря, и нет по значимости фигуры такого уровня, которые бы, например, многие говорят, что вот раз попал в список Единой России избирательной, то речь идет о выборах в Государственной Думе, ничего подобного, речь идет о политических аспектах, но фигуры соизмеримой с главой, и это отмечают все респонденты, найти пока что невозможно. То есть вот этот переходный период, когда ситуация революционная, когда элиты построились, и действительно за один месяц, это, кстати, управленческое чудо, не везде и не всегда элиты вот так вот единогласно проводят организационные мероприятия такого уровня. И мы с вами пришли в Россию. Это во многом колоссальный управленческий труд, которого не видно, который считается, ну как бы производится по умолчанию. Это заслуга управленцев, которые сегодня управляют республикой Крым в том числе. Это очень важный нюанс, который я хочу отметить. Кроме того, было обращено внимание, что среди... Россия переживает экономический кризис, весь мир переживает экономический кризис, есть определенное падение по отраслям, исследование проводилось там, строительство, торговля, производство, услуги там и так далее, и так далее, там определенные коэффициенты. Так вот, среди разных территорий, которые в некоторых отраслях признаны депрессивными, республика Крым показывает устойчивый рост. Это на самом деле чрезвычайно важно. К чему это я все говорю? Вот эта информация об исследованиях, она лежит на сайте Крыминформ, она обсуждается на крымских форумах, на городских, на симферопольских, севастопольских. Мнения высказываются разные, но тем не менее, хочу обратить внимание на то, что даже несмотря на то, что у нас есть действительно, есть управленческие проблемы, очень многие люди внутри республики, есть люди, которые из материка критикуют отдельные управленческие там назначения кадры и решения, которые происходят на местах, тем не менее, наша республика показывает достаточно высокую слаженность, которая заметна на фоне других субъектов федерации. Это важная вещь. То есть для того, чтобы способствовать устойчивости управления всего корабля под названием Российская Федерация и республики Крым как составная часть Российской Федерации, нужно понимать, как устроен этот механизм. И помнить об основном управленческом принципе, который звучит не кто, а что. То есть очень многие люди, на самом деле, когда обсуждают управленческие решения, обсуждают те или иные вопросы, связанные с тем, как управляются транспорт, мусор, объездные дороги, асфальтирование дорог и так далее, и так далее, они исходят из того, что вот там некоторые люди нам не нравятся, давайте поставим других. При этом совершенно забывая о том, что управлять процессами общественными могут не те, кто что-то слышал и что-то знает, а те, кто умеет, кто имеет наработанную практику решения таких управленческих проектных задач. И в данном случае, даже несмотря на то, что идет критика там, что партия регионов там и так далее, и так далее, я в данном случае никого не выгораживаю. Я в данном случае, как и всегда в нашей программе, я голосую за устойчивость управления. Для того, чтобы, если даже какие-то кадровые изменения производить, то это делается так тихо и так незаметно, что принцип хорошее управление, его не видно, был бы воплощен в жизнь. То есть не нужно делать больших потрясений общества при смене некоторых кадровых там позиций. Не нужно напрягать общество для того, чтобы обсуждать те или иные вопросы жизни. Нужно иметь четкую обратную связь с землей. Нужно оповещать объект управления, население, которое живет на этой территории. И нужно эту обратную связь применять в качестве выработки управленческих решений, для того, чтобы достаточно оперативно решать все эти самые пресловутые вопросы. О мусоре, о транспорте, о дорогах, о коммуналке и так далее, и так далее, и так далее. И вот если этот механизм выстроится, то тогда мы с вами действительно получим устойчивость управления субъекта федерации, который имеет стратегическое значение для всей России, не только с точки зрения идеологии, а еще и с точки зрения того, что мы мостик для всего Причерноморья, мы мост, соединяющий Украину и Россию. То, что происходит у нас, на самом деле имеет колоссальное влияние на всю Украину, а также на страны НАТО и Европейского Союза, как то Польша, Прибалтика и так далее, и так далее, и так далее. И отсюда возникает логический вывод. То есть нам с вами для того, чтобы устойчивость управления повышать, для того, чтобы у нас не было вот этих нарушений, вот этих скандалов, а есть масса людей, которые только спят и видят, как бы, например, поднять скандал, поднять там какую-то волну недовольства, даже при всем при том, что действительно могут быть объективные причины, что-то не сделано, что-то халатность, где-то реальный саботаж. Я это тоже подтверждаю, это имеет место быть. Но, тем не менее, управлять вот такими вот вещами можно без шума, без скандала, без пыли и суеты. Это и есть хорошее управление. И вот здесь вывод, который я хочу подвести всех телезрителей и радиослушателей, заключается в том, что нужно повышать общую управленческую культуру не только управленцев, но и всего населения. То есть для того, чтобы обратная связь была эффективна, нужно, чтобы люди на земле, даже те, которые, согласно закону об обращениях граждан, пишут жалобы обращения граждан в те или иные государственные инстанции, чтобы они понимали, как это письмо написать. А это письмо надо написать не просто «жалоба, сделайте хоть что-нибудь». То есть представляете себе текст? Вот у меня там, например, что-то происходит с водой. Вот сделайте так, чтобы вода была. И, в принципе, человек на земле, он имеет право на такую формулировку. Но возникает еще ситуация, что человек, который живет на этой земле, он как творец, как проектный менеджер, он может, например, предвидеть определенные способы решения. Он может посчитать финансирование, он может понять, как это можно сделать, и такие вещи нужно предлагать. То есть я хочу сказать, что любое обращение гражданина по тому или иному поводу, в котором просто есть жалоба и нет предложений, рассматривается на порядок менее эффективно. То есть оно не вызывает необходимой реакции, чем письмо, в котором расписана тема, расписана цель, что вы хотите. Я хочу, чтобы была, например, вода в том или ином селе, например, округа города Алушты. И так далее, и так далее. И вот берется и расписывается предложение. И вот такая вот постановка вопроса, она может сделать, ускорить само решение вопроса, она может усилить связку и устойчивость управления, и таким образом повлиять даже на управленцев, которые, чего уж там греха таить, не всегда, в общем-то, исполняют свои служебные обязанности, как то написано в служебных инструкциях. И вот здесь мы с вами подходим вплотную к тому, что повышать качество управления нужно на общеобразовательном уровне. То есть, когда в вузах проходят какие-то предметы, связанные с проектным менеджментом, когда учат менеджеров, даже менеджеров, например, по туризму, менеджеров по ресторанному делу, менеджеров для других отраслей экономики, понятное дело, что любой менеджер – это управленец. Ну, по-русски это управленец. То есть это человек, который входит в коллектив, у которого сразу образуется некий аппарат подчиненных, которые, например, могут исполнять протокольные решения. Почему протокольные? Потому что их нужно фиксировать на бумаге. Безусловно, могут быть и устные решения, и они тоже исполняются. Но протокольные решения упорядочивают документы оборотов внутри аппарата. Так вот, вся механика и методика не только аппаратной работы с точки зрения документа оборота, с точки зрения проведения совещаний, с точки зрения проведения индивидуальных переговоров, даже с точки зрения приема на работу и прощания с людьми, с которыми вам кровоизноса нужно расстаться, и причем расстаться без последствий. Вот этот объем знаний, он на самом деле не преподается ни в вузах, ни в школе. И получается ситуация, что молодые назначенцы, которые приходят, например, на ту или иную должность, государственную, муниципальную и общественную, выборную, они начинают заниматься вот этим кустарным менеджментом. Кустарный менеджмент от правильного отличается тем, что все происходит по наитию. То есть есть основная цель, ради чего на эту должность поставлен, ради чего там кожаное кресло подпирает спину. Иногда в эти моменты люди считают, что жизнь уже состоялась, и можно расслабиться, и забывают совершенно о том, что вот эта цель, ну, например, в некоторых предприятиях основная цель – это генерирование наличности, это производство материальных средств в результате там производства, оказания услуг, совершения каких-то действий и так далее, и так далее, координации действий, и это генерирование наличности. Так вот эта цель, она основная, но она не единственная. Кроме этой цели еще существует трудовое законодательство, еще существует трудовое право, да, еще существует взаимодействие с контролирующими органами, Есть еще целый кодекс трудовой, хозяйственный и так далее, и так далее. И вот если все вот эти задачи взять и сформулировать, да еще и разложить, как себя вести в новом коллективе, да как еще выстраивать отношения, например, с подчиненными, которые до прихода нового назначенца осуществляли эту деятельность и, в общем-то, знают все ходы и выходы и реально могут подставить в случае, если человек ведет себя нетактично, неграмотно, хамски. А это тоже очень большая проблема. Получается, что вот этот комплекс знаний, которые в вузах не преподают, в школах не преподают, это преподается только на уровне, знаете, наставник и куратор, который поставил человека, и вот в частном порядке ведет его, и они совместно в связке, вот в таком тандеме они решают управленческие задачи, тогда происходит натаскивание. Так происходит клановое воспитание. А с точки зрения устойчивости государственного управления, похоже, что пора вернуться к идее, которая практиковалась и частично в Советском Союзе, и после Союза. Она называется школа кадрового резерва. Кадровый резерв, вот эта скамейка запасных, причем запасных, которые могут в случае необходимости закрыть управленческую дыру, образовавшуюся в результате деятельности любого государственного, муниципального или выборного органа, да, вот эта скамейка запасных, ее нужно наполнять. Она на самом деле достаточно пустая. И вот сегодня я хочу проговорить, а давайте поговорим о компетенциях, чему так можно научить в такой школе кадрового резерва государственного управления. Причем, чтобы эти знания преподавались, они, нельзя сказать, что они там под грифом ДСП. Нет, это открытые знания. Но они действительно являются управленческими и в чем-то царскими. И о них на самом деле люди, живущие на земле, до конца не знают и не понимают механики. Особенно если учесть, что люди по привычке, по инерции считают, что Российская Федерация в нынешнем своем состоянии, она является ну как бы союзом, Советским Союзом. Это значит, что люди государственных органов управления имеют безоговорочную власть над любыми процессами над этой территорией. Там вода, коммуналка там и так далее, и так далее. А на самом деле законодательная база Российской Федерации не очень этому соответствует. И существует определенный юридический коридор возможностей. Не всегда административные управленцы могут решить многие вопросы там с вечера на утро. Некоторые вопросы выведены в зону судебного разбирательства. Особенно вопросы там землепользования и так далее, и так далее. И это реалии. И людям это нужно объяснять. То есть кроме того, что знать управленцу, как поступить в той или иной ситуации, как выстроить отношения в аппарате со своими подчиненными, получается, возникает настойчивая необходимость постоянного взаимодействия с людьми на земле. То есть внутри аппарата это внутренний пиар, есть такой термин, внутренний public relations, это взаимоотношения с людьми. Есть внутренние отношения внутри аппарата, а есть еще внешние отношения с населением, которое живет на этой территории. Причем речь идет не только об управленцах государственных органов, не только о выборных должностях. Речь идет о предприятиях, которые стоят на той или иной территории. А предприятия у нас частной формой собственности. А частная форма собственности это приватизация прибыли и национализация убытков или национализация сдержек. То есть, соответственно, на этой территории предприятия в той или иной степени влияют на состояние мусора, на его мусоропоток, на то, какое напряжение в электрической сети, на водоканал, на сети и так далее. То есть взаимодействие среды обитания и людей, живущих в этой среде, и любого предприятия, занимающегося генерированием наличности, это сложный механизм, который нужно управить. И получается, что наши люди советской закалки, вот той самой закалки, когда считалось, что первый секретарь Грекома партии это всевластный царь на этой территории, он может одним своим распоряжением или по телефонному звонку решить любой вопрос, и вот этот шаблон, он на самом деле давлеет над людьми. Люди считают, что им достаточно написать жалобу, тем более анонимную жалобу, и по звонку вопрос решится, и наутро уже все будет хорошо. Это в нынешних реалиях далеко не так. Получается, что воспитывать нужно, учить не только управленцев, которые могут эффективно с вечера на утро многие вопросы решить, даже в этих сложных условиях узкого коридора возможностей, когда, например, некоторые вопросы там сервитутов, некоторые вопросы земельных участков, это лежит в сфере юридических разбирательств. И если приватизация произошла ранее, то решать этот вопрос волонтеристским способом невозможно. Это можно решать только по решению суда. Соответственно, возможности у первых секретарей и горкомов, условно, у тех людей, которые занимают ныне эту позицию, становятся меньше. Это не значит, что все, мир остановился. Это значит, что нужно научить объект управления правильным методом воздействия на органы управления. И нужно научить управленцев, как взаимодействовать. И вот здесь, на самом деле, вот эта управленческая школа, она нужна как воздух. Мне даже кажется, и мы вот обсуждаем в кулуарах телерадиокомпании «Крым», в нашей редакции, что нужно это делать не только на занятиях групп. Ну, например, формируются там группы по 5-10 человек. Они, например, изучают такие дисциплины, как ораторское дело. Они изучают такую дисциплину, которая получила широчайшее развитие в 20-е, в 30-е годы 20-го века. Это когда Сталин ввел так называемый документооборот. То есть, когда одним документом можно решить огромное количество задач и при этом избежать огромного количества совещаний. Вот документооборот, публичное выступление, проведение совещаний перед аудиторией. Причем публичное совещание не касается там в каждом разделе отдельного конкретного исполнителя, но всегда это происходит на фоне всех остальных подчиненных, которые соразмеряют со своим фронтом работ. Ведение переговоров, как договариваться тет-а-тет. То есть, это тоже очень важная часть. Дело в том, что публичные политики, они очень сильно привыкают, например, говорить на публике, соразмеряя свою речь с третьим лицом. Ну, это как на ток-шоу, люди сидящие, например, в аудитории. А в бизнесе, например, люди привыкли к конкретике на раз, два, три. И совершенно не беспокоится тем, а что подумает третий. Как правило, третьего-то и нет. То есть, деньги любят тишину, и от этого другой тип психики. И получается, что управленец, который работает на устойчивость управления Российской Федерацией, который работает на устойчивость управления Республики Крым, должен уметь и понимать, и переключать свою психику с ведения переговоров, с проведением совещаний, с написанием любого типа документов, писем, обращений, пресс-релизов. То есть, не только девочка, которая обязана писать пресс-релизы на сайт, но еще и первое лицо, сам управленец, он может и проконтролировать, и в случае необходимости и сам набросать, там, например, тезис на этот пресс-релиз, который может повлиять на управляемость территории. Получается, что управленец должен, помимо всего этого прочего, владеть интернетом, как отче наш. То есть, должна быть почта, должны быть социальные сети. Кстати, вот возник вопрос, а должны ли управленцы иметь блоги в социальных сетях? И я вам скажу, что здесь работает управленческий принцип, что если вас нет в информационном пространстве, а ваши решения пересказывают подчиненные, то вас нет. Подчиненные могут сыграть, ну, прислуга, да, или там, двор играет короля таким образом, что если вас нет, то это пространство заполняется чем угодно, только не вами. Понятное дело, что вести блоги нужно, вести блоги необходимо по делу, и как вести блоги, как вести вот это вот общение циркулярно-безадресно, это тоже отдельная управленческая дисциплина, которой нужно научить. И получается, что скорость прохождения информации через подготовленного управленца, который будет какое-то время сидеть на скамейке запасных, но который в случае необходимости, в случае всевозможных ситуаций, может занять любое управленческое место, решить любую управленческую задачу, причем командным способом, не, знаете, там я и все, а человек, который понимает, в какую систему он встроен, человек командный, человек понимающий, как себя вести, вот эти задачи, вот этой школы кадрового резерва государственного управления, вот эта тема возникла буквально после обсуждения вот этих вот исследований в ЦИОМ, с которых я начал сегодняшний эфир. Вот эта стратегическая цель, она, в общем-то, висит в воздухе, она обсуждается всеми управленцами, и ваши пожелания, особенно людей старой закалки, особенно людей, которые прошли высшие партийные школы, особенно тех людей, которые воспитывали молодое поколение в 60-е, в 70-е, в 80-е годы, особенно если у вас есть монографии, труды, если у вас есть некоторые предложения, то давайте эти предложения обсуждать. Управление процесс творческий, и на самом деле от ее, от управления эффективностью, зависит устойчивость управления всем большим кораблем Российской Федерации, на что мы с вами работаем фактически каждый день. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание.